Привет, с вами 169-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянный ведущий Вадим Макеев в Суштемель-Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт-энда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Мы сегодня в Витебске, к этому еще вернемся, что мы тут делаем. И сегодня у нас в гостях Сергей Рожков и Иван Сорокин. Ребята, привет и расскажите о себе. Приветствую всех. Меня зовут Сергей. Я разработчик в компании Андерсон. Тружу здесь уже около 10 лет. Писал на разных языках за свою карьеру. То есть это и Java, и Flex был, Adidas немножко был, PHP. Ну и последние годы три я ворвался во фронт-энд. Angular предпочитаю. Ну, работал с разными фреймворками. Я знакомился с React, с Meteor, все понемножку посмотрел и поставился на гуляре. Окей. А ты? Всем привет. Меня зовут Иван. Я JS, фолст-эк-разработчик в компании Андерсон. Мои основные технологии, которыми я интересуюсь, занимаюсь. Это React, React Native, Node.js. Последние два года я активно занимаюсь Amazon веб-сервисами. Затянуло. Прям очень интересно, чем это все закончится и когда. Чем-чем. Будет еще удобнее, чем раньше. Ладно. Мы сейчас двинем в сторону событий. Но сначала кое-что про внезапный выпуск в конце недели. Многие удивились, что у нас вышел 168 выпуск, хотя вот недавно вышел 167 буквально в понедельник с Ильей Клиом из Кодфеста. Да, дело в том, что на Кодфесте я записал интервью с Диего Гонзалесом из Samsung Internet, но записал его по-английски. Так что многие, во-первых, офигели от того, что выпуск вышел в пятницу внеочередной, во-вторых, от того, что он был по-английски. И ничего, ребята, не бойтесь. Если вы поняли, о чем мы там с Диего говорим, хорошо. Но не поняли, у вас есть повод научиться, потому что язык у меня там простенький, у Диего посложнее. Но, в общем, мне кажется, мы не совсем сложные вещи говорим, там буквально получасовое интервью. Я такие штуки буду еще делать. Я думаю, на ближайшие конференции, когда приезжают международные докладчики, я буду их ловить где-нибудь в куларах и делать всякие внеочередные выпуски интервью. Так что привыкайте к тому, что всегда такое, периодически будет такое случаться. Вот. Ладно, погнали к событиям. И поговорим, чего интересного происходит во фронтенде, в офлайне. Собственно, Витебск. Не просто так. Компания Андерсен. Собственно, вот ребята позвали меня приехать выступить на техмитапе 6 апреля, который прошел буквально вчера. Там было три доклада. Собственно, мы тут за столом сидим, все трое докладчиков оттуда. Что за техмитап? Что там произошло? И какое к этому отношение имеет Андерсен и вы, ребята? Техмитап был приурочен к третьему, второму офису в Витебске. Учебный инстанционный центр совместно с Витебским технологическим университетом. Открывали офис, провели митап технический. Изначально планировался как фронтенд, но как-то потом по темам вышло так, что... Это не только фронтенд и всем. Гостей было очень много. Порядка 150 человек пришло, зарегистрировалось там еще больше. Я забавную сценку наблюдал, когда все закончилось. Ходил какой-то бывший студент этого вуза и говорил, вот-вот-вот, вот тут у нас была философия, вот в этом кабинете. Он прямо вот показывал, говорит, ну где кабинет, где философия? Тут, по-моему, там политология была. То есть это бывший корпус, видимо, учебный корпус, да. И, соответственно, вы прямо на подхвате студентов и к себе? Да, вполне. То есть мы проводим курсы, как образовательные, читаем лекции ребята, так приглашаем ребят на стажировку к нам. Ну и те, кто проходит успешно, собственно, уже еще учащиеся в институте, получают уже какой-то старт, причем неплохой. Ты, Вадим, сказал про бывший корпус, а до этого была сцена еще интереснее. Приходили взрослые там мужчины и женщины, и они говорили, не узнать нашу общагу. Это было общежитие. Окей, да, длинная история. Ну, мне кажется, в хорошем направлении движется, потому что общага – это обычно грустное место, а тут как бы симпатичный у вас там офис, и площадка неплохая получилась. Окей, я вчера рассказал свой доклад про картинки. Это был такой, знаете, фруктовый салат на десерт в конце. Довольно легкий, хотя, знаете, мне очень понравилось, что мне дали столько времени, сколько нужно. Поэтому я рассказал все, что хотел. Это было хорошо. О чем вы рассказали в двух словах про ваши доклады, для тех, кто не видел. Я полагаю, были стримы, будет видео потом. Но вот сейчас вот расскажите, что было. Ну, я начинал, открывал. Мой доклад назывался «Профессиональное пригорание». Это моя боль. Я рассказывал про код, про его качество, как писать код, какие-то советы давал. Обсудили это. Ну, я надеюсь, что как-то своим докладом я внес то, что надо писать чистый код. Был у тебя какой-то в конце вывод примерно про качество кода, про то, как к этому всему. Можешь, не знаю, двух словах сформулировать вообще. Что такое качество кода и вообще нужно ли это кому-то, и как его достичь? Даже не знаю. Книжки читать или как? Я бы сказал, ну, да, читать книжки, смотреть чужой код, то есть кросс-ревью, либо аутсорс какие-то проекты, то есть открыть, посмотреть, как это делают, ну, это классно. Ну, вывод такой, что если мы будем писать нормальный, чисто понятно, то чистый код может, во-первых, экономить время разработчика, потому что очень много времени уходит на чтение беда кода. Это будет профит в плане развития профессионального, когда у тебя все чисто красиво дописано, и это легко поддерживать, легко расширять. Окей. Слушай, а ты рассказывал про АВС, амазоновский сервис. Оно, в принципе, было пограничено с фронтендом, ты постоянно к этому возвращался. Расскажи, как в твоей жизни появился Амазон, ну, там тоже в двух словах, и зачем тебе, как ты неожиданно стал этим заниматься вообще? Ну, в целом, аутсорсинг компания, поэтому как неожиданно стал заниматься. Появился интересный проект, я тогда начинал еще с Node.js, правда, сказали, единственное, что там, Амазон веб-сервисы. Я не знал, я сказал, да, конечно, мне интересно. Ну, собственно, так и влился. Спустя какое-то время интересовался, узнавал что-то новое и так далее, набрался какой-то опыт, решил поделиться им. Переплывал постоянно во фронтенд, потому что Амазон веб-сервисы, это сервисы для работы с облачными данными и так далее, они поддерживают в принципе и созданы не только для какой-то архитектуры для бэкэнда, но точно так же есть сервисы для хранения статических данных, картинок и так далее, что очень часто используется на стороне фронтенда. К примеру, явно ты знаешь, есть такой способ загрузки, к примеру, картинок, не отправляя их на наш сервер, а делает так называемые присайны турлы. То есть бэкэнд генерирует турл, на который фронтенд потом зальет изображение. Еще точно так же у нас любой фронтенд это веб-приложение и, понятное дело, его потом куда-то нужно запускать. И мы точно так же можем использовать веб-сервис сервис Амазон S3 Simple Storage Service просто для использования его как хостинг и загрузки нашего приложения туда. Ну, очень понятно. Все, что вам нужно от хостинга, все, что вам нужно от сервисов сторонних в одном месте. Да, там на самом деле очень много сервисов, которые, в принципе, не могли просто войти в доклад. Я и так, мне сказали, затянул его. Вот. Но есть даже свой CDN, который, как я уже на докладе рассказывал, есть так называемые регионы, разбросанные по всему миру дата-центры. И чем ближе регион, тем быстрее мы получаем какие-то данные. Вот. У них есть свои CDN, которые копируют наши, к примеру, статические данные во все регионы. И где бы человек ни находился, получает какой-то статический контент быстрее намного. Поэтому там реализуется, грубо говоря, инфраструктура не только бэкэнда, а всего приложения в целом. Как и фронта, так и бэк. Ну, понятно. То есть для аутсорса звучит достаточно круто, такая практически коробочная штука. Можно вообще все, что угодно там сделать. Окей, будут ссылки на слайды, на доклады, добавим шоу-ноуты, ну, или сейчас, или когда-нибудь потом. Окей, поздравляю. Как вообще в Витебске подобные мероприятия проходят или вы стартовали? Ну, лично для себя, для Андерсена, видимо, стартовали эту историю с метапами, да? Или как? Ну, если брать Андерсен в общем, то, ну, у нас в Минске проходят встречи периодически. Сейчас, там, может, это можно назвать сезон, потому что у нас вот в Витебске технический метап. Через неделю будет в Полоцке про тестирование метап. И дату не помню, но тоже в скором будущем в Минске пройдет по дотнету доклад. Окей, ну, я больше про городские мероприятия, про всякое такое, именно в Витебске. Тут вообще как эта сцена метапов, всяких таких вещей? Вообще происходит, ну, метапы проводятся не только, там, мы только начали в Витебске, это наш первый метап, а так, есть компания IT-Card, есть EPUM, которые периодически, там, может, раз в полгода что-то проводят. не так много, то есть, в городе не так много, наверное, разработчиков, которые хотят чем-то поделиться, или даже, если их много, то мало кто может это организовать. Ну, в любом случае, хорошо, что появляются компании, появляются площадки, которым это интересно, так что продолжайте, зовите, я думаю, я думаю, из Минска можно вполне себе выписывать, как минимум из Минска выписывать докладчиков и всякое такое, потому что там-то сцена приличная, я буквально на следующей неделе в четверг лечу на Минск-CSS, и там очень много клевых ребят, так что зовите и их тоже. Ладно, поехали к остальным событиям, не только местным, тут еще в Питере, я уже говорил, что будет метап, который называется специя Frontend Meetup, это, в общем-то, питерская ассоциация студий, и там по-прежнему нет программы, но я уже купил билет за 300 рублей, поэтому я схожу посмотреть. Возможно, я там буду один, я не знаю, что там будет на самом деле, чего ожидать, но приду, приду. Еще ребята из Райфайзена сказали нам в календаре, отправили нам в календарь, собственно, в свои мероприятия, 11 апреля в Москве пройдет Райфайзен Frontend Meetup, по-моему, уже не первый, насколько я помню. Ну, в общем, там будет всякое, там Blazor, JS-тестирование, ActionType, TypeScript, ReactHookie, в общем, ну, в общем, все, что нужно. Причем там будет не только Райфайзен, там будут ребята из Альфа-банка, еще какие-то Ozon Travel, в общем, много-много народу соберется, то, что оно под крышей Райфайзена, не значит, что это исключительно про них. 11 же апреля, собственно, в четверг, как я уже говорил, я буду в Минске, будет Минск CSS Meetup номер 6, я там расскажу, опять же, про графику, там еще будет про CSS, как можно облегчить, ускорить разработку и так далее. И Сережа Попов еще рассказывает, расскажет про состояние CSS, тоже, в общем-то, доклад. В общем, питерский десант, что еще сказать, ответный, потому что недавно у нас в Питере были с визитом Саша Шенкевич и Никита Дубкова. Под конец недели, собственно, туда мы вылетаем из Минска, с Сережей Поповым, хотя я не уверен, что Сережа летит в Москву, неважно, 13 апреля в Москве пройдет WebStandards Days конференция, мы наконец-то приближаемся уже к этой дате, мы давно анонсировали, давно регистрация уже кончилась, и вот мы анонсируем последние два доклада, там будет Юля Бухвалова, расскажет про вариативные шрифты, и не только шрифты, и вообще про текст в вебе, и про всякое такое, начиная от ASCII до Unicode и Emoji, в общем, все на свете, вот, Алексей Харименко расскажет про работу с датой, со временем в вебе, про всякие интересные штуки, у него, конечно, фантастическое описание, короче, с выходом подкаста, в понедельник, мы анонсируем эти два доклада, сами почитайте, ну и приходите, раз уже зарегистрировались, это все пройдет в офисе Яндекса, целый день, все дела, ну и где-нибудь там накануне или после запишем подкаст, в общем, как обычно, так что увидимся в Москве очень скоро. 19 апреля на следующей неделе после ВСД пройдет дамп, напоминаю, в Екатеринбурге конференции, я туда приеду, и мы в прошлом выпуске просили наших слушателей помочь починить сайт дампа в Firefox, потому что оно было черное на черном, выяснилось, что там были какие-то проблемы с конкретным шрифтом, который как-то очень стремно рендерился, и в итоге ребята, ребята оргидамп отказались от своего шрифта, который мы недавно пользовались, точнее, это была проблема с Tilday и проблема с этим шрифтом, грубо говоря, они пожертвовали шрифтом в пользу пользователей, типа, люди, наконец-то, смогут на сайте читать белый текст на черном фоне и наоборот. Спасибо ребятам, что выбрали такой приоритет, и, в общем, дамп это конференция, на которой там 3, 6, 9 потоков, страшно подумать, и один из этих потоков про фронтенд, и приходите там, в общем, знакомые вам лица, а может быть и незнакомые, но я там тоже, в общем-то, буду с докладом выступать, приходите меня послушать вживую. Напоминаю, что 20 апреля пройдет Харьков CSS номер 4, там очень звездные, звездные гости, ну, Лиа Веру, как минимум, может быть, еще другие знакомые вам лица, вы сами посмотрите программу, там довольно круто, ну, как бы, Крис Лиле тот же самый, человек, который пишет спеки, он абсолютно не случайный, и вы от него из первых рук узнаете, как все там происходит, в развитии CSS, шрифтов, и все такое. Вот, а еще я спланировал свой май, в начало мая, точнее, поездка на Google.io, у меня все-таки складывается, виза в кармане, билеты в кармане, так что 5-10-го я буду, собственно, в Калифорнии, а 11-го, 15-го мая в Нью-Йорке, давайте встречаться. Билеты в кармане, как бы, жилье куплено, все осталось только приехать. Тут выяснилось, что Андрей Ситник как раз на это время уезжает из Нью-Йорка, я надеялся с ним там пересечься, но нет, он в это время, по-моему, уезжает в Питер, что парадоксально. Обменялись, короче, городами на какое-то время. Вот, приходите, зазнакомиться, или просто в Нью-Йорке, как я тоже. Вот такие события, давайте двинем к браузерным новостям и не только к браузерным, а про всякое, что было на неделю. По-моему, уже рассказывали про бету и про вообще Safari Technology Preview релизы, и тут вышел Safari Release 12.1. Есть два чинджлога на эту тему. Один из них такой блокпост, Джон Дэвис написал его в официальном блоге. И там разные интересные штуки рассказываются. И есть уже более-более расширенный официальный релиз ноут с Safari, в котором не только про веб, про все остальное тоже. Естественно, поинтереснее то, что они про веб рассказали. Ну, во-первых, они начали поддерживать Prefers Color Scheme. Это такая штука, которая позволяет вам в медиавыражениях определять, какая тема темная или светлая включена в операционной системе macOS, например. Я, по-моему, не уверен, что на Windows есть нативная встроенная тема какая-то темная, ну, кроме режима высококонтрастности, но это не считается. Вот. Но главное, что эта штука потихоньку начинает появляться. Кстати, на Android есть такая штука, что можно тему темную сделать на в операционной системе? Нет? Даже не знаю. Я знаю, может быть, ты заметил, в последнее время Chrome как-то обновился. Да, да. И тоже он стал черненьким. Да, да, да. То есть в Chrome можно черненьким сделать на уровне приложения, а можно, допустим, на всей macOS сделать тоже черный интерфейс. А на Android даже не скажу. Не занимался. Может быть, в некоторых оболочках можно, потому что кроме официальной... От оболочки зависит. Да, есть много разных штук. В общем, теперь вы можете определять это на уровне CSS и менять цвет ваших интерфейсов под это. Потому что если у вас вообще все черное, чернее ночи, а у вас тут яркий белый сайт, он может кому-то выжечь глаза. Поэтому люди, мне кажется, потенциально могут предпочитать сайты, которые слушаются их. Другое дело, что важно иметь не просто определять. Может быть, люди предпочитают черный интерфейс, но белый сайт. и нужно иметь возможность выбрать. Поэтому не просто определяйте, но еще вставляйте переключатели, наверное. В общем, да, тут дело такое. Не самое простое, но мне кажется, мода пошла. Если хотите поймать хайп, можно, в общем-то, на этой волне вполне себе выехать. Есть работа дизайнера. О, да. Ну, то есть, на самом деле, перекрасить что-то, это не просто сделать текст черным, а, не знаю, картинку, картинку белый или там текст белым. Это гораздо сложнее, потому что там проблемы с контрастностью начинаются, проблемы со всем остальным. Не проблемы, скажем так, все чуть-чуть сложнее, чем просто перекрасить все наоборот, инвертировать цвета. В общем, там есть всякие штуки в релизноутах еще про encrypted media extensions и всякие контейнеры для MSE. То есть, грубо говоря, чтобы можно было всяким Netflix'ом и прочим сайтом нормально вам продавать контент, чтобы вы не могли его украсть. Ну, в общем, всякие вещи, связанные с копирайтом, DRM'ом и прочим вебе. Safari начинает это поддерживать лучше, немножко меняются API, немножко отбрасываются префиксы, в общем, все взрослеет в этом смысле. А еще интересная штука появилась, называется Intersection Observer API. Вам доводилось писать какой-нибудь код, что, типа, когда что-то где-то появилось в пределах страницы или какой-нибудь блок где-нибудь появился, тогда JavaScript вам что-то выполнилось. Ну, типа, что-то связанное с прокруткой или там с пересечением объектов. Ну, да, но такие очень редкие кейсы, конечно, бывают. Ну, вот самый яркий пример, для которых используется Intersection Observer, это, например, что-то попало в Viewport, и это можно начать грузить, например, инициализировать, то есть ленивая загрузка картинок, например. Или там Infinity Scroll, по сути. Да, да, это тоже. В общем, давным-давно в Хроме был Intersection Observer, более того, они запустили Intersection Observer в версии 2 недавно. А вот Safari только версию 1 реализовала, но, видимо, реализовала очень хорошо. У них есть отдельный пост об этом, у них в блоге. Так что праздник на нашей улице, собственно, iOS, десктоп, везде, ну, достаточно большая доля у Safari в мире. Так что будет проще такие вещи делать. Более того, они еще одну спионеренную, спионеренную, я не знаю, как сказать. Короче, Хром сделал это первым. Есть такая штука, как WebShare API. Вы можете из вашего кода джаваскриптового вызывать нативный диалог пошарить. То есть на Android есть ShareSheet, так называемый, а на iOS тоже, то есть там, грубо говоря, вы можете вашу ссылку перекинуть в какое-то другое приложение, либо, допустим, ну, в моем случае я добавляю в свое приложение ToDo, типа, прочитать что-то. И есть в браузере стрелочка пошарить что-то, а теперь вы можете из своего джаваскрипта вместо, не знаю, батареи социальных кнопок, поставить одну кнопку пошарить, и она будет вызывать нативный диалог. Это очень круто. Это, естественно, классно фалбетчится, можно показывать там веб-интерфейсный диалог для этого дела потом и не делать батарею соцкнопок, например. Короче, очень крутая штука, она очень простая, типа, navigator.share, title, text, URL. Это самая первая версия реализации, насколько я знаю, опять в разработке WebShare API второй версии, точнее, по-моему, опять же, в хроме поддерживается уже, там можно шарить не просто текстовый, не только ссылку, но, по-моему, файлы можно шарить, другие приложения, прямо из нативного диалога через системные всякие штуки. Так что очень круто. Мне кажется, это можно вполне себе так потихонечку улучшать ваши интерфейсы с помощью этого шаринга. Очень классная фича. Ну и, наконец-то, в Safari появился input type color. Теперь можно color pickers не рисовать свои. Если нужно, допустим, кастомизировать что-то или, не знаю, цвет текста выбрать, есть системный диалог выбора цвета, и он теперь появляется и в Safari, на десктопе, и на мобильном. Довольно-таки клевый диалог. Вот сейчас я в Firefox кликаю, и появляется системный диалог выбора цвета. В Safari кликаю, и там появляется более красивый диалог выбора цвета, но тоже, но тоже, в общем-то, системный, тоже хороший. Используйте. Ну и, наконец-то, мою, одну из самых любимых новых классных HTML5 форм, из HTML5 форм, DataList поддержали элемент. Слышали про DataList? В общем, DataList это такой, грубо говоря, спрятанный, грубо говоря, есть элемент select. Select внутри option лежит, да, это он рендерится в такую кнопочку, на которой выпадающий список. Так вот, DataList это скрытый набор данных, там тоже внутри элемента option лежат, и если какому-то input текстовому этот DataList с помощью ID-шника прицепить, то этот DataList, набор данных, по сути, DataList буквально, он становится suggest'ом для этого текстового input. То есть, вы печатаете что-то в текстовом input, а у вас выпадушечка с этими данными появляется. То есть, и фильтруется по введенному тексту. Вот, наконец-то, в Chrome давно работает, в Foxy тоже работает, и, наконец-то, в Safari тоже появилась появился встроенный DataList из HTML5, то есть, сколько лет уже этому. Как насчет E? Как насчет E? Ну, это все очень-очень легко полифилиться, по-моему. То есть, я к тому, что это системный встроенный контрол, он выглядит очень неплохо, он работает очень неплохо, и главное, что, ну, он вполне себе распространенную функцию классно реализует. То есть, JavaScript, а тут не нужно прикручивать дополнительный JavaScript, разве что только в виде полифила, например. Короче, классная фича, мне кажется, наконец-то у нее появился какой-то реальный шанс попасть в реальный код, просто потому, что раньше Safari, ну, просто вообще никак, и приходилось полифилить и для Safari тоже, а учитывая, что Safari не считается повторевшим браузером, типа, для современного браузера писать полифил как-то, ну, не хотелось, хотелось сразу кастомную реализацию. А теперь можно для старых браузеров полифилить, полифил потихонечку отбрасывать или собирать отдельный бандл для старых браузеров, ну, что-нибудь такое. Короче, как-то все немножко порадужнее стало в этом смысле. Ну, и всякая текст-декорейшн, underline-offset, то, что мы говорили, наконец-то появилось в Safari, причем буквально на прошлой, за прошлой неделю, по-моему, анонсировали, раз уже появилось. И то, о чем я как раз переживал, что нельзя, что нужно толщину подчеркивания текста наследовать от шрифта лучше, а не самим нарисовать. Так вот, там, оказывается, есть значение from font, то есть, грубо говоря, можно написать text decoration thickness, то есть, типа, толщина подчеркивания текста, и сказать, возьми из шрифта, не ту, которую я задам, возьми из шрифта, то есть, там в шрифте есть какие-то метрики, и можно прямо оттуда взять. Очень круто. From font ключевое слово. Ну, и всякие там улучшения и прочее, всякое остальное, оно потихонечку сейчас раскатится по всем iPhone, iPad, что там у Apple есть, MacBook и прочим системам, наконец-то у нас появляются некоторые очень приятные фичи. Самое интересное, пожалуй, ну, вот, Intrude Session Observer и WebShare, мне кажется, эти вещи точно можно перестать полифилить, с одной стороны, с другой стороны, они, наконец-то, появляются нативные, и это очень все классно играет, дует в паруса прогрессивных веб-приложений тоже, потому что тот же самый шаринг, когда у вас нет стрелочки пошарить, когда у вас приложение, очень круто работает. Color Picker тоже классно. Да, 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 они все классные, я просто постарался выделить хотя бы парочку самых любимых. Ну, да, у нас тоже на последнем проекте реализовывали, но там нужна кросс-поддержка, и пришлось все-таки писать свой пикер, поэтому нужно будет посмотреть, спасибо за информацию, возможно, получится удалить все и написать. А какой там для чего Color Picker используются? Для того, чтобы... Там добавляется машина и выбирается типа цвет машины. А, окей. Ну, системный Color Picker он довольно-таки прикольный, причем в некоторых системных Color Picker можно прям цвет хексом ввести, если, допустим, ты можешь скопировать откуда-то, не просто ручечку покрутить, а если ты прошаренный пользователь, который знает, какой хочется хекс цвет для своей машины, в 16-ти речном формате, это, конечно, тоже хорошо. Ладно. Еще немножко про браузеры, буквально на двух словах. Тут есть сайт, называется Can I Stop? Не Can I Use, а Can I Stop? И Can I Stop, в смысле, могу ли я перестать поддерживать E11? Тут очередной взгляд на базу данных Can I Use, с другой стороны, был, собственно, оригинальный Can I Use, был сайт, который, господи, что же там можно было сделать? Там можно было посмотреть, проанализировать ваш код и понять, какие браузеры вы поддерживаете. В общем, был какой-то другой подход реверсный к базе Can I Use, а это третий уже, третий подход. Грубо говоря, можно отфильтровать регионы, которым вы, которые релевантны к вашему проекту. Я вот, допустим, взял и написал в поиске этого проекта Беларусь, Украина и Россия, русскоязычные, вот, допустим, регионы, на которые можно ориентироваться с нашими сервисами, которые мы разрабатываем. Получилось в Беларуси E11 0,33%. Ребята, молодцы, молодцы, выгоняйте E11. В России 0,93%, то есть практически процент, а в Украине почти 2% E11. Суммарно, ну, сколько там получается, 3,5%, где-то 3,5% суммарно, если я нормально считаю на ходу. В общем, чуть меньше 3,5% суммарно E11 в среднем русскоязычном интернете. Мне кажется, потому что у нас нелицензионные версии Windows и так далее. Наверное, но все равно 0,33% это очень хорошо. В основном европейские заказчики, у них стоят компьютеры, там, если это какие-то официальные организации, у них стоит Windows и у них это Windows просто безует использовать свой браузер. Поэтому они все сидят в E и у них первый пункт обязательно поддержка E. Это такая боль. А не удается уломать, если, допустим, у них есть Windows 10, то у них уже и Edge есть, а в Edge все есть? Да, но не у всех есть Windows 10. А, то есть, Vista, 7, да? Ну, как-то да. Vista нет, 7, 8, ну, не знаю, с Edge в основном у них E, вот прям у них последний мой проект, который был там финский, у них прям условия, вот у них стоят там E11, вот и надо E. Слушай, ну, хоть не 10, а там спасибо, да? На самом деле одна из причин, насколько я знаю, перехода Microsoft на Chromium для своего браузера Edge, это чтобы портировать его еще на старый Windows, потому что я не помню, когда я последний раз проверял рыночную долю Windows, у них, по-моему, полрынка этой Windows 10, могу очень врать сейчас, по-моему, у меня такие, по крайней мере, ситуации в голове, и полрынка Windows 7, и, грубо говоря, они наполовину своего рынка не могут раскатить свой самый последний браузер, потому что Edge это Windows 10 only, и, представляете, вы выпустили новый классный софт, страшно им гордитесь, а вы не можете наполовину своего аудитория раскатить, это, конечно, жуткая история, соответственно, тот браузер Edge, который они вот сейчас уже, они вот там на торренте недавно, какая-то бета-версия Edge на Chromium куда-то там утекла, в общем, при желании большом вы можете поставить проверить, но вроде бы там Chromium и Chromium просто под скином и Edge, точнее, так вот, они смогут раскатать на Windows 7 апдейт с Edge, у которого Chromium под капотом, и это очень сильно уменьшит долю E11, на мой взгляд, по крайней мере, здорово подрежет его еще сильнее, это все улучшит совместимость и все-все-все-все остальное, так что прям с одной стороны мы теряем браузер, с другой стороны мне кажется, это лучшее, что сделает Microsoft за последние годы. Ой, не знаю, у меня очень смешанные чувства на этой теме, я уже по этому поводу вздыхал и плакал и молил, ребята, не надо убивать свой браузер, ну потому что, не знаю, все-таки разнообразие, как я уже много раз говорил, в лесу одним зверком стало меньше, как бы, красная книга нам не помогает, к сожалению. Больше браузеров, больше движков, больше конкуренции, тут только одна надежда на то, что Microsoft сможет активно конкурировать с Google, с другими компаниями, которые Chrome разрабатывают и стать прям очень сильным игроком и конкурировать в рамках движка. Это тоже, в общем-то, хорошо. Любая конкуренция, мне кажется, хорошо. Жаль, Windows Phone загнулись. Когда-то мне прям очень нравились, мне нравилась их идея, их платформа, но... Не прошли. Ну, слушай, Android и iOS поделили рынок пополам. Ладно, не пополам, но сильно-сильно поделили рынок, и там места для третьего игрока, к сожалению, не было. Я очень надеюсь, что Microsoft когда-нибудь вернется к этой идее, потому что у них были классные интерфейсы, интересные железки. Я на днях в самолете, по-моему, рядом со мной сидел человек с какой-то Nokia Lumia, по-моему, с такой желтенькой. Там прям был Windows интерфейс, и я так, о, господи, какая классная игрушка-то была. Жалко, больше не выпускают. В общем, да, забавно. Ждем, конечно, новостей от Microsoft, что они наконец-то покажут свой Edge, и наконец-то разработчикам станет проще, наверное. Бедные стандарты. Ладно, это все про браузеры. Дальше двинем к статьям, к технологиям, к всему остальному, что у нас такого было. Тот самый Андрей Сидни, которого я уже упоминал, он написал сначала на Dev2 про то, как он использует off-screen canvas для того, чтобы ускорять WebGL, и потом подумал-подумал и снова перевел ее на хабре, на русский язык. Почему бы нет? Авторские статьи довольно быстро переводятся, насколько я знаю. Андрей, спасибо тебе за это, потому что для некоторых это все еще проблема читать по-английски. Так вот, WebGL, собственно, у него задача очень простая, у Андрея Сидника. Он рисует у себя на главной странице своего сайта Globus, шарик такой освещенный, симпатичный, и на этом шарике стоит маркер, где он сейчас находится. Вот сейчас Андрей находится в Нью-Йорке, судя по всему. А дальше, по-моему, там еще размечены города, в которых он тоже был, и там много чего размечено. Прям Андрей покатался. Если я правильно понимаю, что эти точки там стоят. Судя по всему, это именно так. По крайней мере, Европа плотно покрыта, и Штаты тоже. Ой, даже Латинская Америка. А вот в Антарктике он не был. Вот. И, собственно, чтобы все это реализовать, он использует 3GS, чтобы не писать в WebGL руками, потому что, ну, это GLSL, и вот эти вот все истории руками, по-моему, не пишутся нормальными людьми, по крайней мере, если рисуешь что-то сложнее, чем треугольник. Вот. И он рассказывает о том, что главная проблема с этим WebGL и с 3GS, что, ну, ладно, он весит 500 килобайт, его нужно инициализировать, все дела, 3-шейкинг там практически невозможно делать в рамках этого 3GS. И пока оно все, и ладно, загрузилось, 500 килобайт картинок и 500 килобайт JavaScript загружаются с одной скоростью, но вот инициализируется совсем с другой. 3GS инициализируются, мейн-трет заблокирован, вообще ничего не происходит, браузер типа повис, он же однопоточный. Так вот, Андрей, собственно, предлагает с помощью off-screen canvas и веб-воркеров засовывать тот самый 3GS в воркер отдельный, в отдельный поток, пусть он там инициализируется и так далее, но поскольку в воркерах нельзя подписывать на дом события, нельзя с дому вообще работать никак, нужно организовать какое-то общение между воркером и главным потоком и, собственно, домом и документом со всем остальным. И он предлагает маленькую библиотечку, там на 400 байт, называется off-screen canvas, и он очень подробно разбирает, что он добавляет в реализацию, тут прямо, знаете, в синтаксисе дифа в GTA там с плюсиками, какой код он добавляет, чтобы обычная демка с кручящимся шариком смогла работать в воркере, и сайт просто загружался, а когда воркер все инициализируется и вообще все распартится, то есть сайт загружается, а параллельно ему и начинает инициализироваться воркер с 3.js. Более того, он, как я вчера предлагал во время своего доклада, он засовывает загрузку воркера, веб-джел воркера в link real preload в самом верху документа, то есть только до шуматора начал партиться, раз, пошел он инициализироваться в веб-джел. Другое дело, что это только в храме работает прямо сейчас, и, соответственно, всего лишь 70% рынка или сколько там, зависит от проекта. И получается, что он здорово улучшает свой интерфейс для большинства браузеров, для большинства пользователей, которые придут на его сайт. Учитывая, что к Андрею приходит в основном разработчик, я думаю, на его личный сайт, соответственно, у него там доля, может быть, вполне себе там 80-90%. В общем, очень классный разбор. И он говорит, смотрите, а я получил 100% на Lighthouse из-за этого, а было 95%. Вот он последнюю милю добил тем, что вытащил тяжелый JavaScript в отдельный поток. Я вчера вот, собственно, критиковал сайт Андерсон. У меня привычка во время докладов критиковать сайты компании или конференции, которые меня пригласили. Такая, по-доброму критиковать. И я пытался придраться к картинкам, не получилось. В итоге, спасибо за вопрос, придрался к JS немножко. И JS там было много, были всякие чатики, были всякие такие-то штучки, которые как будто бы человеку не нужны на главной странице. И, соответственно, 5 мегабайтов не нужно бы, как будто бы. Так вот, люди меня вчера спрашивали во время доклада, вернее, после доклада, как получить 100% на Lighthouse. Я вообще все сделал, а у меня не получается. Я говорю, работайте с JS. Вот Андрей, в частности, продемонстрировал, как этот самый вытащить в отдельный поток какие-то тяжелые штуки. И мне кажется, идеальный юзкейс для воркеров. Просто что-то, тяжелые вычисления или тяжелые библиотеки, которые как бы дополнительно и могут без дома вполне себе работать, вытаскивать в отдельный поток. Вам в ваших проектах доводилось сделать что-то такое, что вот сидишь и думаешь, ох, мне бы многопоточнее в JavaScript. Или вот мне бы куда-нибудь это все посчитать где-нибудь в отдельном потоке. Был один такой проект, но я особо на нем не работал. Там просили так, помочь советам. Но там такая же схема, то есть там тоже рисуются графики и при этом, ну, то же самое вот идеальный вариант это выносить это в веб-воркеры. Плюс у меня есть друг, который, наверное, сказал бы, эх, где ты был раньше, который когда-то писал дипломную работу, он использовал 3GS, и это была боль. Вот. С выносом, я думаю, он был бы рад, что можно так реализовать. На самом деле, еще есть такая библиотечка, по-моему, она называется Comlink, или как она там еще называется. Ее, по-моему, Александр Сурма написал, Сурма, из ChromeDevreal команды. По-моему, эта библиотечка как раз работает коммуникатором между воркерами и основным JavaScript-ом, причем она такая дроп-ин, по-моему, чуть ли не можно чуть ли не вбросить, и она как-то магически сама заработает. Я точно не помню, как она принципиально работает, я помню, что он про нее много рассказывал, и я точно брошу ссылку. Обычно же вроде устанавливают типа сокет-соединения, и сокет-соединения бросают. Да, да, да. Вот что-то подобное он делает, потому что в этот случай с Андреем, по-моему, он использует постмесседж для общения между воркерами и основным потоком, а постмесседж, ну, как бы он такой, он дубоватый, он там строчками обменивается между контекстами, и это как бы не суперудобно. А там, по-моему, можно чуть ли не целые объекты перекидывать, чуть ли не кусок дома перекидывать в воркер, там его рендерить и возвращать обратно. Ну, короче, можно гораздо больше делать, учитывая ограничения, что с домом работать нельзя, но можно все равно что-то, грубо говоря, знаете, представьте себе ситуацию, в которой вы получили какое-нибудь сложное, сложное дерево, которое вам нужно, ну, вот в каком-нибудь реакте, например, какую-нибудь сложную штуку нужно посчитать, а вы берете и на воркере считаете. Основной поток крутится себе и крутится, и как будто бы ничего не происходит. В этом что-то есть. То есть нужна какая-то абстракция, ее там сериализовать, бросить в воркер, потом вернуть обратно, но все равно реально сложные вычисления туда вытащить, вытаскивать классно. А у тебя в чьи-то такого сложных вычислений параллельных не бывало? Сложных, такого, наверное, ничего не бывало, что использовать в воркеры. В воркеры мы на одном приложении использовали для возможности оффлайн работать. Ну, сервис воркер, точнее. Да, сервис воркер. Да. Вот. А сложные вычисления у нас, да, на одном проекте были, реферальная программа считалась нодой, ну, и там было настолько сложно, что она в рельбот времени падала. Окей. А сервис воркер для оффлайна насколько сложная штука была? Или просто закешировали, отдали? В принципе, да. То есть мы писали приложения для сотрудников компании, которые по работе много путешествовали, ну, и понятно, там где-то интернета нету, где-то что-то отвалилось, а он заполняет календарь, заполняет какие-то сообщения, то есть вот мы воркерам это собирали, ну, и когда у нас интернет поднимался, мы обменивались сервером. То есть не столько для оффлайн-кэширования ресурсов, сколько для ситуации, чтобы контент не терялся введенный. Окей, это тоже хороший юзкейс. Кстати, может кто-то уже заметит, хотя я уже давно не собирал приложения с нуля, тут недавно как раз демо готовил к метапу, использовал Create React App, и Create React App тоже уже автоматически создает еще и воркер, но он по умолчанию просто отключен, если нужно, вы можете себе еще и включить его. Забавно, что по умолчанию сначала он был включен, и я помню, как люди дурили во время отладки, типа, я обновил файл, а он не обновился, что происходит? Почему? Это же boilerplate, почему у меня все просто не работает? Потом такие, а, блин, тут же ServiceWorker, он же закэшировал этот файл, и в итоге, собственно, там поднялась, мы как-то уже обсуждали, там поднялась какое-то восстание, типа, люди, что же такое? Вы не можете, не даете мне нормально работать? В итоге по умолчанию его отключили все-таки, и мне кажется, очень правильно сделали, потому что ServiceWorker это слишком мощная штука, чтобы слишком меняющая контекст разработки, чтобы просто взять ее, включить и забыть про нее. Она о себе напомнит, типа, ServiceWorker там застрянет или откажется обновляться, там куча нюансов, на самом деле, и мне кажется, при локальной разработке ServiceWorker нужно тестировать очень отдельно, то есть типа, окей, все работает, теперь потестируем, как это работает с ServiceWorker, прямо не с нуля, не с нуля все это запускать. Да, совершенно согласен. Про ServiceWorker много говорят, а вот потому что, ну типа, новая классная игрушка, а веб-воркеры с нами уже еще дольше, чем ServiceWorker, и плюс вот этот вот отдельный поток и невозможность работать с домом непосредственно, оно как будто бы с одной стороны хорошо, с другой стороны неудобно, и вот тут хорошая демонстрация того, как все-таки это можно не то чтобы обходить, но как с этим можно жить и что полезного соточка на White House делать, ну не лишнее, в результатах поиска повыше и все такое. Короче, почитайте, очень классная демонстрация, пример вроде бы простой, типа шарик покрутить, но если у вас, вам реально что-то нужно посчитать, реферальные, графики построить, еще что-то такое, почему бы нет. Ну еще немножко про перформанс, тут и Диасмани буквально вчера вечером, пока мы там на митапе были, и где я рассказывал, собственно, про атрибут lazy load, у него есть значение on и off, и авто позволяет, грубо говоря, ставить на ваши картинки, соответственно, браузер решает, в какой момент эту картинку начать загружать. Автоматически браузер сам решает, типа сразу, или лениво, когда до этой картинки докрутят. Наконец-то устаканили, насколько я понимаю, спецификацию этого атрибута, и теперь на и фреймы и на картинки можно будет поставить атрибут не lazy load, а low adding, то есть у lazy load может было значение, типа да или нет, ну или авто. А у loading есть атрибут, есть значение lazy, eager, ну в смысле eager, активно, с желанием, грубо говоря, и авто. в итоге, если eager, значит, обязательно быстро и сразу загрузи, где бы он ни находился, во вьюпорте, не во вьюпорте, это в начале документа, в конце документа распарсили, видишь атрибут игр, грузи сразу. То есть это не preload, это скорее типа сразу. Атрибут lazy говорит браузеру, решай сам, точнее, решай сам, когда картинка во вьюпорте, соответственно, решай сам, когда пользователю это нужно. То есть вы загрузили первый экран, у вас вот самый-самый первый экран, и у вас там в нем картинки. Браузер понимает размеры этого вьюпорта и думает, а, картинка там есть, у нее атрибут lazy. Но она уже во вьюпорте, пользователю она нужна, тут же загружает. Если ниже вьюпорта есть картинка с атрибутом loading lazy, он ее не загружает. Пользатель начинает крутить, браузер думает, о, сейчас картинка появится во вьюпорте, схожу за ней. То есть настоящая ленивая загрузка, и, собственно, тут более подробно рассказано, как эта штука работает, как можно ее полифилить. Она вполне себе классно работает с элементом picture, то есть нужно просто на img внутри элемента picture вставить атрибут loading, и она точно так же заработает со всеми этими штуками. Там есть возможность очень легко определять в JavaScript те, как оно поддерживается, типа if loading in HTML image element prototype, в общем, если в прототипе, у картинки, есть, значит, можно использовать. И более того, это, в принципе, улучшатер, то есть браузеры и так стараются анализировать, когда картинки загружать, когда их адекватно загружать, а эта штука еще лучше им подсказывает. Другое дело, что если вы хотите прям совсем подобную же вещь с ленивой загрузкой использовать, можно ее сочетать с этим, ваш полифил, с этими атрибутами. Там тоже есть классный сниппет кода, который вместо SRC пишет data SRC, потом добавляет атрибут loading, lazy, а потом еще скриптом проходится и понимает, в какой момент что грузить, там, resizing, инициализация и прочее, прочее, прочее. Короче, новый классный атрибут позволяет подобные штуки делать нативно в браузере, без скриптов, ну, ради что только для обратной совместимости. И мне кажется, оно все, всем нам очень сильно поможет руками управлять загрузкой картинок более эффективно. Я полагаю, лодинг вы писали все, или как, давай делать, гладилось, и на картинке писали, и на списке какие-то подгрузку. А на iFrame приходилось как-то откладывать или инициализировать потом? Фреймами там все сложно, у нас на одном проекте фрейм во фрейме, вот, и вот внешне этим управлять это боль, страдания, мне хочется даже вспоминать об этом. Окей, понимаю. Я вот сейчас, правда, сосредоточился очень сильно на картинках, а ведь, правда, и фреймами тоже самое можно делать, то есть, вы вставляете, не знаю, рекламу какую-то, и в зависимости от того, насколько вам важно с точки зрения рекламы, как подгружать эти iFrame, можно ведь отложить, сначала показать контент, только потом загружать рекламу, то есть, если вы живете в мире пользователя, если он вам важнее, чем все остальное, да, вполне себе, вполне себе способ хороший, потому что, опять же, даталист, атрибут лоудинг, все остальное, видите, веб-платформа все больше и больше забирает вашего джаваскрипта, который вы раньше писали руками, буквально отнимает у вас работу. Не сказал бы я, что это плохо, потому что он отнимает размер джаваскрипт-кода, который вы грузите пользователям, то есть, в конечном счете, это, конечно же, хорошо, но, опять же, знание этих атрибутов, это тоже часть вашей работы, поэтому, вы, вместо того, чтобы импорт React, лази лоудинг условный, вы просто, типа, расставили атрибуты по вашему коду, оп, оно заработало, и бандл меньше стал. Как вчера Сережа говорил на докладе, нужно следить за трендами разработки и знать свои ресурсы, что вы можете использовать. Да, ну, в общем, Эдди, как всегда, много чего интересного показал, и на него, на самом деле, немножко набросились, ладно, не набросились, к нему подошли люди, которые сказали, Эдди, у тебя там много ошибок в статье в Твиттере, мол, типа, там, и фрейм не бывает самозакрытым тегом, ну, то есть, у него там буйфрейма слыша не бывает, еще что-то такое, и я заметил совершенно, что у этого кода такой реактовский акцент, вернее, JSX-овский акцент, там все элементы закрыты слышом, еще что-то такое. Вы вообще как одиночные теги пишете? Вы закрываете слышом в конце или нет? Я раньше старался закрывать, но в последнее время я даже не скажу, как-то не обращал внимания. Ну, я закрываю. В смысле? А зачем? То есть, ты имеешь в виду, что можно написать начало тега и не написать конец? Нет, я имею в виду одиночные теги, типа, BR, AMG, еще что-то такое. BR, нет, не закрываю, AMG закрываю. Ну, то есть, если я правильно помню, даже IDE, я пользуюсь IntelliJDA, я использую PitchPishTorm, потому что у меня backend, вот, и там, когда пишешь, ну, так вот, в том же самом JSX, он сразу подсказывает, подставляет. Ну, это в JSX, а если это не JSX, там же закрывать не надо? Я имею в виду, что люди настолько сейчас много работают с JSX, тем же самым, что они реально во всех, во всех остальных контекстах начинают писать по JSX-овским правилам. Я последнее время работаю чисто на React, что касается верстки, поэтому не скажу, что там изменилось в чистом марте. Ну, да, 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 вот я имею в виду, что Эдди пишет абсолютно вне JSX-а примеры, но пишет, как будто JSX. То есть, допустим, JSX не ругнется, если вы напишите frame как самозакрывающий тег, у frame и должен быть закрывающий тег, но JSX-а все равно, он же потом все равно это все превратит в конструкции по созданию тегов, create элементы, всякие. В общем, я просто, мое такое забавное наблюдение, что типа у разработчиков появился сильный JSX-овский акцент в написании кода, где бы они его ни писали. Забавно. Еще немножко всех всполошила новость про то, что Ruby SaaS, тот самый реализацию на Ruby при процессоре SaaS выпиливают, закрывают проект, перестают поддерживать. И смешно, что эта новость вышла, а я такой сижу за столом, и у меня через полчаса лекция по при процессорам в HTML-академии, я только беру и в слайды добавляю, типа Ruby SaaS закрыли. Сижу, сажусь читать лекцию, ну точнее, сажусь только смотреть в чат перед началом лекции, а люди такие, все, SaaS умер, еще что-то такое, сейчас, наверное, в лекции расскажут, что все, можно только лесом пользоваться, еще что-то такое. Короче, в двух словах, что произошло. С 2000 лохматого года SaaS, как при процессор, кстати, доводится SaaS трогать на проектах? Да, доводится, но, наверное, больше с лесом работаем. А у этого есть какие-то причины, или чисто исторические, что клиенты приносят? Наверное, это исторические. Окей, ну да, я полагаю, синтактически они очень похожи, а уж там JS или что там в основе работают непринципиально. А у тебя как? Та же самая ситуация. Ну понятно, что клиенты принесли, то особенности аутсорса. Так что с SaaS-ом-то произошло? Собственно, его сначала писали на языке Ruby, и вообще его написали ребята из сообщества Ruby, для того, чтобы им попроще было CSS писать. Я раньше шутил, что они просто не умели CSS писать, но это как бы грубовато, не будем обижать. Так вот, основная реализация была на SaaS написана, и она всегда была немножко такая. Сами ребята признаются, что они эту реализацию на SaaS начали писать тогда, когда они в Ruby плохо разбирались. И она всегда была немножко костыльная, она немножко развивалась медленно, и ее не всегда развивали профессиональные программисты. И в частности, вот Наталья Вайзенбаум, которая пишет этот пост, типа, goodbye, my friend, она там с 2006 года мейнтенила, разрабатывала, собственно, этот Ruby SaaS, и с ностальгическими чувствами прощается с ним. И что случилось дальше? Все, закрылся, закрылся проект? Да нет, конечно. Его давным-давно уже переписали на C++, липсас библиотека такая. Его давным-давно переписали на Dart, то есть есть две независимые реализации, совместимые, по-разному написанные. Я не знаю, кто из них, зачем две реализации параллельные, ну, не знаю. Наверное, кому-то удобно на C запускать библиотеку, кому-то удобно на Dart, вернее, разрабатывать все это дело. Тем не менее, есть две живых, независимых реализации на разных языках, они совместимы, они работают, все хорошо, и как бы, если вы пишете npm install, что у вас там, у вас скачается подходящий липсас для вашей платформы, и все прекрасно заработает. То есть у SAS все в порядке. Ну, у меня было пару раз проблем с компасом. То есть он, я не вспомню окружение какое было, но то ли его не удалось вообще установить, и мы проект только начинали, взяли SAS, потом все-таки перевели на LES. Ну, компас, насколько я помню, там были проблемы с ним. Так, просто проект настолько закрыт, что даже неприлично о нем говорить, компас. То есть его, по-моему, еще когда автопрефиксер только появлялся в каком-то лохматом году, он уже тогда себя плохо чувствовал. Сейчас проект как бы компас, который дополнительно для SAS дает всякие миксины, дополнительные всякие штуки, он закрыт, зарыт, и мне кажется, уже там, если вам приходит проект, на котором есть компас, выбрасывайте, выпиливайте, потому что он не поддерживается, он не запускается, он не работает, и как бы, ну, не знаю, не факт, что он совместим с последним SAS вообще. То есть, возможно, вам придется использовать старую версию SAS, чтобы он нормально с компасом сработал, и, может быть, какой-то специальный образ придется, не знаю, накручивать окружение, чтобы он вообще завелся у вас. То есть, тут такая история, да. Бросьте, забудьте. Вот такой мой комментарий про компас. А с SAS все в порядке. Другое дело, что мода уходит, и если даже с SAS все в порядке, и с лесом все в порядке. припроцессоры как-то потихонечку, ну, как-то уходят. В том смысле, что CSS NGS подъел много рынка у этого, у припроцессоров. Что еще? Просто пост-CSS плагины. Вы себе накрутили несколько плагинов, которые там делают переменные, вложенности, еще что-нибудь такое. Еще у вас все работает, зачем вам SAS, лес, еще что-то такое. То есть, в некоторых деревнях все еще используют стайлус, в некоторых там, не знаю, в поселках еще используют там какие-то другие припроцессоры, которые, может быть, где-нибудь у кого-то сохранились. Но в целом, мне кажется, это уходящая эпоха. Я рад, что они откинули старую для реализации наруби, и, возможно, им будет проще развиваться из-за этого. Но я принципиальных развитий, принципиального каких-то историй интересных у SAS и у леса давным-давно не слышал. Может быть, вы меня просветите, но, по-моему, проекты не развиваются и исключительно мейнтейнятся и используются разработчиками постольку-поскольку legacy или просто требования проекта. Ничего не добавлю. Последнее время, как уже сказал, занимаюсь AWS, больше такой бы кончастью. Поэтому выполним много с фронта. А вообще, если приходит фронтенд и нужно писать CSS, вот понятное дело, что приносит разное. Лесы, SAS, компасы, там всякое такое. Вообще, хороший современный стэк, если приносит, то примерно там что есть именно с точки зрения интерфейса? Вот CSS, шаблонизация, еще что-то такое примерно. На каких-то технологиях? Ну, на последнем проекте у нас своя UI-библиотека, по которой дизайнеры рисуют, по которой верстальщики собирают, и, как я уже говорил, что ко мне от верстальщика приходит уже практически готовый на компонентах шаблон. То есть мне там внести логику какую-то, добавить. А сам CSS пишется на Лесе, видимо, да? Скорее всего, да. Ага, то есть понятно. Я к тому, что мне интересно, если там победы все на компоненты, почему там никакой, не знаю, эмоушен, или там, господи, style components, или господи, какие там еще разные штуки есть, современные, модные. В общем, я к тому, что примерно что подъедает рынок при процессорах в ваших ситуациях, но, видимо, в большей степени Лес и в большей степени то, что приносит заказчик. А бывает такое, что у вас на полный откуп отдаются вообще технологии, которые вы выбираете? То есть к вам приходят с голым проектом и делайте, что хотите? Да, конечно, бывают проекты, которые с нуля пишешь. Но при этом, ну, это опять-таки аутсорс, то есть выделяется команда на проект, есть там главный разработчик, который стартует этот проект, и тут уже вопрос на его опыт. То есть он на свой опыт выбирает лучшие технологии, которые он знает, строит архитектуру приложения, ну и поехал. А можете сфантазировать вот каждый сейчас, я понимаю, что я вас в расползе стал, но тем не менее, сфантазировать, вам нужно сделать, не знаю, условный, предположим, интернет-магазин какой-нибудь. Какой бы стэк-технологии вы бы сейчас взяли, не в смысле каких разработчиков проще найти, как там у вас требовано, еще что-то такое, а типа как бы вы сами стартовали проект, на котором вы бы работали с точки зрения, там, не знаю, фреймворка, с точки зрения написания CSS, каким образом, с точки зрения, там, работы, там, с данными, еще что-то такое, ну, там, несколько ключевых названий библиотек или подходов. Ну, с учетом того, что я работаю с React, я бы выбрал React. Окей, а как бы стилеписом потом? Ну, тот же лес. Тот же лес привычнее, да? Смотря на сколько там, не знаю, сложный проект, ну, по большому счету, да, подключаешь какой-то лес и все, все очень просто. А у тебя? А я бы сказал, если мы говорим о интернет-магазине, я бы сказал, что, ребят, все давно придумано за вас, есть Magento, вы можете купить тему, которая, собственно, темы там, по-моему, они сразу, пакеты предлагают, лес, сас, сам выбирай, но я бы выбрал лес из-за вот негативного такого опыта с Камбасом, который отложил. То есть, CSS и JS не слишком секси для вас? Ну, надо думать, во-первых, о бэкэнди, если думать о бэкэнди, то Magento, а в Magento уже все это есть. То есть, да, есть из-за расчуги, которые на Magento там Angular пытаются накрутить, там React, но, по-моему, это сложно все. Все уже есть готовое, зачем что-то придумывать? Ну, да, с точки зрения скорости записи, запуска, точнее, и личного опыта, ну, да, сочетание, конечно, хорошее. А как у тебя там с CSS и JS? Симпатично приходилось трогать, писать компоненты не на припроцессорах, а внутри компонентов, используя там Style Components и там CSS Modules, например, или что-то такое. Типа Material UI, да, они, по-моему, там предлагают что-то. Ну, да. Style, обертку, ты в него кидаешь объект со стилями, и он обращивает. Это Style Components, да, по-моему. Не знаю, как кому, мне такая штука не нравится, при том-то не очень это выглядит, с одной стороны. С другой стороны, я как еще разрабатываю под React, там, в принципе, поддерживаются только Flex, и, в принципе, там все стили, вот так вот все реализовано объектами, но там это обусловлено другими решениями. Это с точки зрения оптимизации, там, ну, точно так же нельзя использовать онлайн стили, но почему? Когда у нас запускается наше приложение, Bundle React Native, все стили перегоняет в нативку приложения и задает им там специальный идентификатор. Дальше, когда мы их просто переиспользуем, они уже не перегоняются каждый раз в приложение, они там захешированы и просто используются вот этот одишник стиля, там, к примеру, какой-то числовой. Ну, там так, как это работает на веб-приложениях, я не могу сказать, вот. Чисто по удобству мне не очень нравится. Ну, окей, просто маленький-маленький вопрос, что вам комфортнее? Как твое мнение на этот счет? Я бы просто открыл штамм или страничку и написал к ней стиль обычный на CSS. Я, личный мой опыт, я ж не программист, я ж так, подкасты записываю. Ну, в смысле, у меня не было опыта в последнее время коммерческой какой-то крутой разработки. У меня была возможность всегда выбирать технологии, которые у меня у самого в руках, поэтому, если я делаю какие-то простые вещи, я стараюсь, конечно же, делать их максимально просто. генератор статики, который генерирует из любых других форматов без базы, без всего, HTML-страницы, к ним подключаются так или иначе собранные CSS и как бы работают. Мне не нужно делать сложные вещи, связывание данных, еще что-то такое, какие-нибудь там интернет-магазины, поэтому мне не хочется сразу кинуть Create React App и сразу погнать в эту сторону, потому что, ну, зачем? Но это моя история, у каждого своя, на самом деле, поэтому давайте как минимум не показывать пальцами и не говорить, что же вы такие все отсталые. Маджента, jQuery, Bootstrap, господи, делайте, что хотите. Главное, чтобы людям было удобно. Мне кажется, вот этой мысли в нашем сообществе немножко не хватает, что, мол, как бы все технологии хороши, если они решают задачу разработчика, бизнеса и, прежде всего, пользователя. В этом месте нужно, на этом месте нужно обняться и как бы, да, пойти дальше. Ладно, у нас еще несколько тем есть. Я хотел бы буквально чуть-чуть про CSS еще продолжить. Во-первых, тут маленький блок про Эрика Мейера и все, что он делает. Есть такой крутейший автор англоязычный, в Штатах живет. Он как бы человек, который научил, практически один из главных людей, который научил меня всему, что я знаю про CSS. Знаменитая его книжка с рыбами про каскадные таблицы стилей, все такое. Он у себя в блоге написал довольно забавный пост, такой юмористический, скорее всего, называется Color Me Faceless. Причем слово Faceless написано литом, ну, то есть шестнадцатеричными символами, то есть вместо буквы L цифра 1, вместо буквы S 55 и так далее. О чем он? Дело в том, что была такая старая шутка, что в шестнадцатеричном формате можно записать не только цвета, но еще и слова какие-то. И какие-то цвета в шестнадцатеричном виде, они являются еще и словами. То есть, не знаю, Abad Cafe, Ba, Dead Beef, Dead Fit, Defected, и так далее, и так далее. Там есть прекрасное слово, цвет называется Badass и прочее, прочее, прочее. и словарь этого всего развлечения расширился. Дело в том, что в CSS стали поддерживаться теперь новые форматы записи Hex. Раньше можно было записать три числа, и каждая пара повторялась, получалось шесть, соответственно, RGB. И можно было записать все шесть. Нормальный Hex, который там, типа, шесть значений получается. Так вот, сейчас можно записать четыре и восемь еще дополнительно к этому. В случае, когда три RGB, то четвертая отвечает за прозрачность, типа, от 0,0 до F, от 0 до F, то есть 0, типа, непрозрачный, по-моему, F полностью прозрачный, по-моему, так или наоборот, я забыл. Неважно. Главное, что, типа, можно записать. И, соответственно, в шести символные записи два последних символа отвечают за прозрачность. Так вот, благодаря этому появились новые слова. Двусоставные или просто просто короткие слова, он, собственно, над этим смеется, составляет новую библиотеку этих новых классных слов. Ну, ладно, это, на самом деле, все еще затравка. С одной стороны, сами повозитесь, может быть, вы какие-нибудь смешные слова придумаете. Главное, что он показывает, что это все можно проверять на уровне директива support в CSS. И, допустим, типа, если какой-то формат цветов поддерживаете, записываете в этом формате. Если не поддерживается, записываете в старом. Такая маленькая, смешная, с одной стороны, с другой стороны, образовательная история. Но, на самом деле, главная новость тут в том, что в издательстве «Диалектика» вышло четвертое издание его книжки «СС полное руководство». Четвертое издание 2019 год на русском языке. У меня по этому поводу смешанные чувства. Мы об этом как-то уже говорили, что издательство «Диалектика» собирается перевести книжку Мейера легендарную. И она совершенно крутая. У меня есть оригинальное издание. Я еще заказал в библиотеку в вашем академии русскоязычный перевод этой книжки. Но я читаю оглавление этой книги и мне больно. Больно. Как они все перевели. К сожалению, я много писал ребятам из «Диалектики». Хотите, я стану научным редактором вашего издания. Хотите, я помогу вам перевести. Хотите, господи, мне нужны ваши гонорары. Просто помогите мне хорошую книжку перевести нормально, как люди говорят на самом деле во фронтендерском совопристве, а не как ваш человек, который не знает, что такое ЦСС, посчитал в его лингвистическом опыте по его опыту перевести в общем боль. К сожалению, они меня не услышали, к сожалению, они некоторые вещи перевели просто чудовищно, и я еще не видел самой книги. Возможно, там огромное количество опечаток и всего остального. В смысле, ну, то есть, исходный код иногда типографит, и там вместо одиночных хавачек получаются хавачки-елочки. Знаменитый, мой любимый пример, когда издали книжку Кайла Симпсону про «Экмоскрипт шестой», а там все бэктики в шаблонах литератах заменили на одиночные кавычки. Пишите код, и он не заработает. Боль, да, бумажные книжки, они... Знаете, вот я сейчас говорю про эту книжку, но я не могу всерьез ее порекомендовать. Типа, просто потому, что там могут быть непонятные и нераспространенные слова, использованные вместо оригинальных терминов. Там могут быть опечатки, там могут быть какие-то штуки такие, поэтому вряд ли она выйдет в электронном виде, ну, кроме сворованных PDF, в смысле, отсканированных, официально вряд ли она выйдет в электронном виде все-таки. Но вместе с целью книжки вышел карманный справочник по ЦССу. В общем, сама книжка, по-моему, стоит тысячи две с половиной рублей российских, а карманная книжка стоит, карманный справочник, тоже четвертое издание, стоит, по-моему, рублей пятьсот, я его сам себе заказал, у меня есть это уже, по-моему, пятое издание двухкарманного справочника, и он не такой большой, это не такие большие деньги, чтобы, типа, рискнуть, его иметь на столе, периодически листать, может быть, что-то там оттуда доставать полезное. В общем, книжка вышла, печаль, боль, но я думаю, к нам приедут, приедет в Академию эта книжка, и мы посмотрим, что из этого получится. А так, а так, в общем, я вам брошу ссылку на блог Виктора Штонда, который, собственно, каким-то образом имеет отношение к этому издательству, генеральный директор издательства Диалектика, собственно, Виктор, привет, жалко, что нам с вами не получилось договориться. Там есть ссылки на магазины в России, в Украине, Беларуси, так что закажите, если вам интересно, но я не могу рекомендовать прямо уж на свой страх и риск. Вот такая история. Книжка классная, если вам хватает английского языка, купите оригинал, и оригинал продается точно в электронном виде. Есть PDF, есть EPUB, обязательно найдите на сайте O'Reilly, наверное, дам ссылку на оригинал тоже. Это прям все, что вы хотите знать про CSS от очень крутого автора. Это одна из, по-моему, единственных книг по CSS, которые я могу серьезно рекомендовать. Оригинал. В тему переводов вспомнилась забавная история, когда вот мы на одном проекте сервис-воркеры пытались, ну, шли к тому, как решить задачу, и нашему лиду-архитектору я предложил, что дружище, есть вот воркеры, которые нам могут все это облегчить жизнь. на что он мне отвечает, говорит, так они еще там даже не в бете воркеры, то есть МДН говорит, что это еще экспериментальная технология. Я думаю, да не может быть такого. Захожу на МДН, все нормально. Потом до меня как-то дошло, я переключаю на русский язык, а там написано, что это экспериментальная технология. Да. А давайте вот что сделаем. Я к шоу-ноутам, к ссылкам к этому подкасту, добавлю ссылку на сервис-воркеры статью на МДН, и любой человек, который залогинится через GitHub на МДН, может просто открыть этот редактор, отредактировать и сохранить. Там Википедия, по сути. Поэтому любой, кто первый возьмется, тот, в общем-то, и поправит статью про сервис-воркеры. Можно взять оригинальную и просто допереводить или хотя бы убрать оттуда самые адские ошибки. Было очень смешно, что в Твери я был на метапе, в декабре, по-моему, прошлого года или в ноябре, и там во время доклада докладчик сказал, что там типа на МДН какая-то неправильная информация. К концу доклада все было поправлено. Просто потому, что и во время доклада я открыл МДН, потом отправил пул-реквест на GitHub, и его тут же приняли. И к концу доклада я сказал докладчику, поднял вопрос, сказал типа, все готово. Там настолько все просто. Это очень хорошо. В чем огромный плюс МДН, что там правки очень быстро приходят. По сути, это большая Википедия для разработчиков. И причем это не Mozilla Developer Network, то есть это все еще Mozilla Developer Network, но Microsoft, Apple, Google, Mozilla, все вместе, и Samsung, и прочие-прочие компании, все в общем порыве редактируют эту документацию, актуальность ее пытаются поддерживать. Другое дело, что с переводом чуть сложнее. Но нашими силами сделаем и русскоязычную версию хорошей. Так что спасибо, что упомянул. Ну и совсем ржака под конец. А сейчас под новостью про CSS Battle во Вконтакте, как минимум, идет жаркая дискуссия, как же люди это делают. На сайте CSS Battle нарисовали 2, 4, 6, 8, 10, 12 картинок, очень простых, то есть фоновая картинка и несколько облачков. И сейчас там люди сражаются за то, как закодить на чистом CSS за меньшее количество символов. И там есть люди, которые там типа за какие-то десятки, десятки букв на чистом CSS им удается закодировать эту вещь. И что самое приятное, на первом месте Лев Солнцев, а на втором месте Илья Стрельцин. Лев это как бы из Москвы, Илья Стрельцин из Минска. Этих ребят я знаю, и пока наши разработчики, наши CSS-гики лидируют в этом рейтинге. Там 10 человек в нем, и очень приятно смотреть на знакомые лица. Если у вас есть... Мне кажется, там ребята уже, что Лев, что Илья, выжили из CSS вообще все, что можно было. Они все 12 целей, как бы все 12 целей они реализовали на CSS, и у них меньше всего количества символов получилось. Там я еще вижу Сергея Самсонова, тоже со знакомой аватаркой. Ну, в общем, я горд за наших CSS-гиков. Я пока не добрался сам покодить, но хочу хотя бы в десятку попасть. Может быть, получится. Я, конечно, не настолько увлечен, мне кажется, как Илья и Лев. В общем, если вам нечем будет заняться на неделе, главное, чтобы работа не встала, потому что я знаю людей, от которых все бросили и кинулись кодить на CSS эти фигурки. Очень интересный челлендж. Абсолютно бесполезный, на мой взгляд, потому что на CSS такие вещи рисовать просто не стоит, потому что там очень много чистых SVG-шных вещей, по-моему. Но интересно, интересно очень. Так что дерзайте, может быть, может быть, у вас получится что-то сделать, что-то сделать интересно. Ну, в общем, это все на сегодня. Будем закрывать. С вами был 169-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянный ведущий. Я Вадим Макеев из «Веб Стандарта Академии». Сегодня у нас в гостях были Сергей и Иван. Спасибо, что пришли. Спасибо тебе, Вадим. В первую очередь, за то, что приехал. Во вторую, что пригласил нас. Для меня это такое очень резкое развитие. Первый доклад перед такой большой аудиторией. Участие в твоих подкастах. Раньше я просто слушал, теперь я еще и себя смогу послушать. Тебя большое спасибо. Также хочу выразить благодарность Вадиму. Очень рад познакомиться. Точно так же, как говорит Сергей. Вчера у меня был первый мой митап. И было так очень много народу. Сегодня плюс еще записываем подкаст. Классно. Да, на самом деле хорошо у вас пошло. Первый доклад, первый подкаст. Что в понедельник? Первая конференция большая. Потом уже кастроли. У меня в понедельник переход на новый проект. Отлично, отлично пошло, пошло. Продолжай в том же дыхе. А вообще, если нас кто-то, я не знаю, будет слушать из Витебска, и может будут там ребята, которым интересен все-таки там не только Амазон, а вообще серверлесс, было бы интересно привести чисто метап собрать чисто по серверлесс. и есть такая штука, как серверлесс, метап серверлесс.com, где чисто собираются там метапы. Поэтому, если кому-то будет интересно, было бы здорово. Круто, тогда добавлю в шоу ноуты контакты ваши, напишут, если кому-то будет интересно. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и подписать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok